Всем привет! Меня зовут Анна Леонтьева. Сегодня мы с вами как-то приоткроем школу и сдадим ее главному нашему судье. Это ведущий архитектор Мартелла Групп Ольга Бабич, которая проектировала младший блок школы и, в общем-то, оставила свой след во всех основных помещениях и старшей школы тоже. Пойдемте! Субтитры подогнал «Симон» В началке мы никого не рисовали, как вот ты говорила, ничего не рисовали. То есть фактически здесь один в один, как вы все сделали. Единственное, что мы, видишь, здесь меняли вход. У нас, по-моему, по-другому как-то он был. Здесь должны были быть кресла стоять, помнишь, красные? Они в результате вот здесь не встают, потому что... Деревянные, с красными подушками, да. Поэтому мы поставили сюда, но здесь, видишь, нельзя по нормам. То есть они почему-то здесь сидеть не могут, они могут сидеть только тут. Серый потолок. Единственное, что у нас все говорят, почему фанера. Оля, почему фанера? Потому что это дерево, это не фанера. Это не фанера, это под дерево. У нас имитация дерева, так как у нас, может быть, дерево по нормам. Ну, то есть теплый, сочетаемый со всем материал. Очень тактильный, очень психологически комфортный. Почему это наверху, покрытие такое? Почему вот именно с панелями вы такими работаете? Потому что звук забирает? Да, да, на самом деле, бирдизайн и аналоги, они очень хорошо работают на акустику. И вообще, в целом, акустика – это, скажем так, одна из важнейших задач, которые стоит решать в школе, на что стоит обращать внимание. Почему линолеум на полу? Почему не плитка? Вот нас задолбал Роспотребнадзор и все. Почему вы не оставили плитку по всей школе? Почему вы, в качественном итоге, переходите в линолеум? Ну, потому что малышня, во-первых, это, опять же, акустика. Это снижает ударный шум. Ну, во-вторых, он теплый. Пошли в кабинет, у меня еще будет вопрос. Вот посмотри. Смотри, какой получился. Прям классный получился. Очень хорошо. Да. Светлый, просторный, с точки зрения акустики вообще все прекрасно. То есть, да, на самом деле... Да, то есть, самые больные, которые у нас... Да, самые грязные, вот они получаются самыми чистыми. Как удобно убираться? Удобно очень убираться. То есть, на самом деле, мы в школу вымыли вообще в 5 секунд. Потому что вот этих углов нету, откуда ты пыль вот эту вот драйваешь. Еще, вот почему все такое вот монохромное? Ой, почему нет вот таких каких-то ярких, я не знаю, там, желтых стен, там, я не знаю, зеленого, там, я не знаю, коридора? Почему все вот какое-то вот такое серо-белое нам всем говорят? А что такое-то все, да, нам пишут? А что прям, не знаю. Мы всегда работаем с тем, что все-таки у нас интерьер является палитрой для тех жильцов, которые здесь, в общем, придут и сделаются, внесут свою лепту, внесут свою жизнь. Яркие рисунки, там, какие-то выставки. То есть, это все, это фон. Интерьер не должен быть замещением, как бы, твоей личности и таким надсадным. Вот, вот эти вот штуки, вот на них, вот это будет вся основная жизнь, правильно? Да, да. Вот основная жизнь. Рисунки. Вот тут что будет? Тут будут поделки, тут будут тоже рисунки, объявления, какая-то важная информация. Это наши эти кривые зеркала, здрасте. Да, точно, это кривые зеркала. Это зона туалета, в туалетах, кстати, давайте посмотрим. Та-да! Красота же. Это туалет. Красота, да. Единственное, что мы вот эти штуки не спустили. Но, мне кажется, мы к этому тоже придем. На самом деле, надо опустить, наверное, уровень, пониже сделать. Ну, сейчас вот так сдадимся, а дальше потом оценингуемся, мне кажется. Тут все помоют еще, а начали вешать дозаторы. Думаю, только все намыли, дозаторы. Видишь, сушилка работает. Это мальчики. Простые решения. Простые решения, а выглядят совсем же не как школьный туалет. Ну, в общем, в кабинетах все один в один. С жалюзи, вот, с жалюзи, вот, поснимай с жалюзи. Вот смотри, это совсем другая история. Когда у тебя огромное вот это вот, как вот мы в старшей школе сейчас будем смотреть, когда сверху одно большое полотно, а мы сделали вот такое. Мне кажется, так прям реально классно. Надь, посмотри. Вот мы ждали их очень долго, но получилось прям, мне кажется, классно. Чувствую, сколько света, да? Да, сколько света, да. То есть вот ты стоишь и смотришь, и тебе на самом деле, да, вот это просто дружественное. Дружественное очень получилось. Желтые стены, белые стены. Каково бы здесь было, если бы мы могли сейчас представить здесь какой-то другой цвет? Да. То есть серый, он спокойный, он ультубленный. Он тебя опалывает. Да, вот Оля, приятно, приехала смотреть. Не могу сказать, что все удалось. Атмосфера создалась, правда? Да. Да, это самое главное для детей, чтобы была атмосфера такая. И вот вы сейчас увидите, мы уже монтируем выставку. То есть у нас будет школа, вольвери, сегменты искусства. По крайней мере. Пошли в актуризал. Но 600 места, Оля. 600 мест. А здесь не будет струй, да? Будет, они приедут просто 30-го только. Без струйов очень классно, да. Подушки покидать можно было, да, на самом деле, и сидишь, да, слушай точно. Александр Валерьевич, расскажите тоже, как вы... Александр Валерьевич в этой школе только не преподавал, все остальное он сделал. Он ее проектировал, он ее строил, он ее сдал, и он готов... Готов быть запахачем. Вот это вот, смотри. Маленькие гончарные круги. Большие гончарные круги. Слушай, классно, да? Это прям реальная история про то, как вы не жили. Нет, очень клево. Прям клево, молодцы они. Что, в конечном итоге выдержали все, смотри, вообще все выдержали. Звук хороший. А у нас есть ключи от третьего этажа? Есть. О, погнали. Погнали за третий смотреть. Третий, ну то есть это третий этаж, та же начальная школа. Здесь, как бы, просто музыкальный класс, очень такой усиленный, я бы сказала. Со звуковым, со звуковым покрытием. Это звуковые панели все поглошающие, то есть тут вообще глухой абсолютно звук. Он и так-то в принципе вообще нету, ничего эха вообще нету. То есть вот мы хлопаем и нет его. Вот. Чистый звук. Чистый звук. То есть это на самом деле здесь можно записывать, мне кажется, радиопередачи. Нет, это ничего, это вот эта штука. Барабанная остановка. Кстати, да, да. Не хотите постучать, Алиса Валерьевич? Классно. Надо рассесться. Надо рассесться, вот смотри, вот этот вот чистый звук, вот реально класс. Это класс музыки. Музыка. Музыка. Понимаешь, Энни, как у нас с тобой был хор, и мы целыми днями. Да. А это вот прям, понимаешь, музыкальный, это может быть музыкальный студий. На самом деле сейчас и возможности другие, тот же ТикТок, извини меня, еще там, что у них там. Ребята, я нахожусь в приятном шоке, в удивлении и в восторге. И мне кажется, что вот ради таких моментов вообще стоит работать. Мне очень нравится. Спасибо. Вот эта физика. Да, лаборатория. Посмотри, лаборатория на самом деле крутанская. Да. То есть вот они максимально все равно сделали это прям, прям хорошо. Так, учительская, пойдемте искать учительскую, она находится вот там. Мне показалось, что здесь уже установили экран на рабочие места. Красивые диваны, они сделали красивый вид на поле. У них тут есть кофейная там история, попил кофе, здесь все будут стоять столы, вот их компы, рабочие места. То есть, мне кажется, блин, моя мама, мне кажется, об этом бы мечтала. Как реагируют они, вот как реагируют будущие учителя? Да. Они здесь, конечно, еще не были. Вообще, как реагируют? Ну, восхищаются. По сравнению с тем, где они сейчас работают, в каких условиях, видя эти пространства, они просто сначала такой крутой шок, а потом им скорее хочется уже пристать. И как сразу торжественно свалится наша история. Вот, смотри, пони, вот этого пони кормит моя дочь. Помните, я обещала беговую, да, резиновую дорожку? Вокруг района, правда, обещала, но на стадионе уже сделали. Здесь могут заниматься, ну, точно школьники, да, то есть, вот уже сетку натянули, смотри, классно. То есть, профессиональное футбольное поле оборудовано профессионально и вообще самой лучшей, мне кажется, комплектации, которая есть. Потому что, ну, на него прям реально закопали и прям видно, что копают до сих пор. Потому что все уже говорят, и так нормально им, да, он говорит, типа, вот этот Вася, который делает, нет, вот у меня по стандарту, я тоже тут сюда на квадратный метр мешок, вот я на этот квадратный метр мешок и сыплю. Коробка окейная, то есть, здесь тоже листовое вот это вот резиновое покрытие многофункциональное, то есть, летом здесь можно будет там играть, да, то есть, оно прям хорошая резина, тоже красиво, не видишь, слоями покрасили. Но, с точки зрения доступа жильцов, то есть, сейчас школе будет, как бы, нужно будет решить возможность калитки с бульвара сделать и все-таки ограждать основное здание школы, потому что у них по нормам, что на территорию школы после какого-то времени доступ, ну, не разрешен. То есть, во время работы только школы. А, соответственно, с бассейном это все решается, у них отдельный вход, то есть, они могут туда ходить. А вот спортивные сооружения нужно, получается, закрывать вот здесь каким-то забором, чтобы потом, ну, ты мог бегать, когда хочешь на школьном стадионе. Вот такая у нас получилась школа, самая большая в Приморском федеральном округе. Наша такая сложная, витиеватая история наконец-то закончилась. Я приглашаю вас посетить эту школу, потому что она того стоит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова